Добрый вечер, дорогие друзья! Я очень рада видеть вас в нашем музыкальном салоне. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья! Я очень рада видеть вас в нашем музыкальном салоне. Надеюсь, наше сотрудничество будет долгим из Влада Форс, Влада Форга. Желаю вам приятного вечера. Спасибо. Итак, дорогие друзья, вот и настал тот волнительный миг, ради которого мы все сегодня с вами здесь собрались. Торжественное перерезание ленты, разумеется, по вашим аплодисментам. Раз, два, три! Концертный образовательный центр «День Бузыка» объявляется открытым. Спасибо всем огромное. С представительной речью я прошу остаться на сцене генерального директора «Сенхайзер Аудио» Березовскую Наталью. Прошу вас. Оказалось, что не все знают, о чем занимается компанией «Сенхайзер», и я решила рассказать вам немножко об этом. Я ненадолго вас облегу, просто расскажу, чем я занимаюсь. Как я уже сказала, под этим что-нибудь, я могу сама, можете выпереворачивать, подожать. Немецкая компания, которая в этом году вспомнила 70 лет. Саша квартира в Ганновере, Ленибосово, это Саксония. Компания, которая отличается тем, что вот в наш такой век глобализации, Ленибосово, является частным. То есть все учредители — это семья «Сенхайзер», и сейчас компания руководит уже третье поколение. Это внуки всемирно известного Фрица «Сенхайзера», которые, собственно, и придумали первый микрофон. Компания, как я сказала, находится в Германии. И, опять же, отличительной особенностью является то, что у нас свой крупный серверский центр, который тоже находится в Германии, и два офиса, один в Америке, другой в Сингапуре, соответственно, которые занимаются всеми нашими манерационными продуктами. Также я бы хотела обратить ваше внимание, что все наши профессиональные продукты, то есть это микрофоны, радиосистемы, до сих пор производятся в Германии, Америке и в Ирландии. То есть мы их производим до сих пор в Европе. Никакое производство не перенесено в Китай. Дистрибационные центры и офисы расходов находятся по всей практической планете. Награды. Компания награждена практически каждый год получает награды. Это Академия, Эми, Техникал Грэмми, Эми Инжиниринг и очень много наград, которые были выданы именно за дизайн. Всеменно известные вокалисты используют наши микрофоны. Это и Бейонсе, и Риана, и еще огромная Калина и Фуртаде. Я могу их бесконечно перечислять. Плюс, наверное, вы знаете, мы являемся более 25 лет с партнером Евровидения. И Евровидение в 2009 году в Москве проходило в том числе и на наших радиосистемах. Конкурс, который называется «Голос», если вы посмотрите, это все наши микрофоны. Ну, и еще целая куча фестивалей и так далее. Значит, что было понятно? Микрофоны. Концертные, студийные, репортерские, для студии вещания, то есть это телевидение. Модульные, миниатюрные, с оголовью и так далее. То есть вот все микрофоны, которые вы сейчас видите на сцене, это все наши микрофоны. Радиосистемы. Радиосистемы делятся на серии для того, чтобы было понятно, где их используют. Это любые залы. В первую очередь, это концертные залы. Это, конечно же, самый большой концертный зал КДС. Это консерватория, большой зал консерватории. Соответственно, из театров. Вот на этом оборудовании работает в первую очередь театр. Большой, малый. Давайте возьму в Санкт-Петербурге. БДТ, Мариинка, Александринка и так далее. Мы выпускаем, кроме обычных микрофонов, мы выпускаем разные серии, которые, скажем так, совсем сильно современные. Первое. Это система, мы ее называем революционная. Т1. Это цифровая система для людей, которые только начинают заниматься вокалом. Как правило, у таких людей нет звукорежиссера. Для того, чтобы настроить микрофон, в котором я говорю, требуется звукорежиссер. Для того, чтобы просто человек, который начинает петь, у него нет звукорежиссера. Соответственно, вот эта вот система, пестроводная, она действует в системе включил и пой. То есть она сама настраивается, автоматически она находит свой диапазон, автоматически выбирает частоты, автоматически переключается, если это нужно делать. И, соответственно, практически вот человеку, который очень хочет иметь профессиональный микрофон, но у него нет пока помощников, вот это главный помощник. Да, у него в розетку включил, через 4 минуты, соответственно, у тебя полностью все отсканировано, и ты можешь спокойно совершенно петь. Система, так называемая, аудио для видео. То же самое, система, которая автоматически распознает, абсолютно точно такая же, это вот последнего поколения системы, точно такая же автоматически распознает практически все. Для людей, которые, как уже большие профессионалы в том, что вот они снимают, да, так и для людей, которые только начинают снимать видео, снимать гриппы и так далее. Системы, конференц-системы, информационные системы, гайдпорты, тургайды, это то, что мы используем в музеях, то, что мы используем, я вам могу сказать, что, например, у нас тургайка закупили очень крупные заводы в России, это на СТЛЕ, это еще несколько заводов, патиколы, еще кто-то. Значит, вот это оборудование, которое позволяет вводить большие количества людей, не мешая окружающим производству, да, когда вот по производству вводят, например, как это называется? Экскурсии вводят, точно. Экскурсии. Вот это для этого. Есть еще та вторая марка, которую очень хорошо знают все, кто записывает свой звук, то есть в любую студию, в которую мы не пришли записывать, в обязательном порядке всегда все артисты спросят, есть ли микрофон Нойман? Если микрофона Нойман нет, то это проблема. Вторая марка наша, это микрофон, соответственно, Нойман, буквально два года назад мы и к микрофону стали выпускать специальные мониторы, как вы знаете, при записи прослушивается то, что идет в записи в зале, но где стоят. Все это оборудование, например, можно увидеть на Морс-Вильме. То есть огромное количество сенхайзеров, Нойманов и наших мониторов находится на Морс-Вильме. Ну и всемирно известные, это любой из потребителей, знает о том, что мы производим большой потребительский ряд наушников, которые делятся, ну, как бы на два. Один, который использует профессиональные наушники для телевидения, для музыкантов, для диджеев и так далее. И второй, это обычные потребительские наушники, которые можно найти, собственно говоря, вот в Санкт-Петербурге в любом магазине. Это, опять же, новое поколение наушники. Чем они известны? Тем, что у нас запатентованы специальные системы, которые называются активные системы Noise Card. То есть это, когда вы одеваете данные наушники, идет полное отсечение окружающего звука. Это запатентованная технология. Поэтому, например, в метро очень много людей ездит на этих наушниках, потому что абсолютно не слышно окружающего звука. В частности, дети, которые занимаются музыкой, для того, чтобы можно было не мучить всю семью, если кто-то, например, занимается на электроинструменте, то то же самое мы всегда рекомендуем использовать для этого наушники. У нас еще есть целая куча всяких продуктов, в том числе, например, очень известные наушники для геймеров, наушники для авиации, для офисов и так далее. То есть мы этим занимаемся уже очень много лет. И единственное, что мы делаем, мы производим наушники в гитаре, но мы эти наушники разрабатываем сами, мы придумываем сами все внешние виды, которые вы видите, и мы также сами выбираем материалы, из которых это будет, собственно, сделано. Почему я решила вернуться и рассказать вам? Потому что мы очень много делаем, у нас есть совместные программы, как со школами, даже у нас есть с домами малютки и так далее. Поэтому все это оборудование, оно может быть использовано и в том бизнесе, которым вы занимаетесь вы. Если есть вопросы, я на них стараюсь смотреть. Если нет, то большое спасибо. Для слабослышащих людей. Для слабослышащих. Для слабослышащих мы делаем специальные наушники, и сейчас мы притащим его в Россию. Все, что мы производим в Германии, мы все привозим в Россию. И вообще Россия берет все продукты, которые производятся в Германии, Ирландии и так далее. Мы не возим из Соединенных Штатов, потому что для нас Германия – это наш первый завод. Мы туда возим журналистов, мы всем показываем, что мы действительно это все там производим. И у нас есть наушники для слабослышащих, и сейчас мы привезли новую технологию. Называется она Cinema Connect. Это для того, чтобы люди, которые приходят в кино, если они плохо слышат, то при помощи этой технологии они могут усилить звук, который им не слышен из обычного звука кинотеатра. И мы сейчас начинаем работать с кинотеатрами на предмет, чтобы поставить вот эту новую технологию. Это технологии, которые пока нигде не существуют. Плюс, конечно же, есть наушники, чтобы смотреть телевизор, слушать музыку и так далее. Как называется эта технология? Наушники? Да, наушники и технологии. Наушники Sennheiser – все они у нас под одной маркой. А технологии вы сказали новую? Это специальная технология для усиления звука. Используются специальные драйверы. Кстати, драйверы мы все делаем в Ирландии. Для всех наушников, для наших профессиональных, все драйверы мы делаем в Ирландии. Спасибо. По шуму, вы собираетесь совершенно, то есть громкость не должна улучшать для наушников? Нет, вы выстраиваете громкость определенного, то есть для людей с разным уровнем восприятия звука. Ну, это как и для любого, как и для слышащего человека, да? У нас есть вещество приправа в рейтинг слушать, потому что внешний шум составляет, что вы улучшает громкость, и стали лучше сажать. Нет, у нас есть патентованная технология, которая как раз отсекает вот этот внешний звук, поэтому вы слышите только музыку. У нас в 50% отсекают совершенно? Практически до 80%. 75-80% разными моделями по-разному, соответственно, используют эту технологию. Потом они зависят большие, чуть поменьше, совсем маленькие, да? То есть у каждого научника есть свой порог, который заставляет отсекать этот звук. Но везде это все свое, это все свое придуманное. То есть это ни у кого не взяли, нигде не... Спасибо. 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. 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 Спасибо.